Сегодня мы продолжаем обсуждение краудфандингового сервиса добро.теч Сначала я хочу задать один вопрос Тигран, Юра, вы пока не подсказываете Михаилу? Михаил пускай попробует ответить на этот вопрос Ниша Какие инвестиции самые выгодные, самые лучшие? Какие ты знаешь? Инвестиции бизнеса А что? Бизнес очень эффективный На мой взгляд В себя, а не в первую очередь в себя инвестиции Замечательно, смотри Он тоже знает Смотри, ты совершенно прав Самые лучшие инвестиции, которые Вообще беспробежные, это в себя Неважно во что Главное, что в себя В тот проект, если ты будешь в себя вкладывать И каждый из нас То каждый из нас будет достигать Каких-то Очень больших целей Так вот, смотрите Этот проект, который мы назвали Добро.теч Также и сайт, и такой же будет Он предназначен для двух типов людей Первый тип людей Это те люди, у которых есть идеи Но нет средств их осуществить Тогда мы им предлагаем Пользоваться нашим сервисом Зарегистрироваться в сервисе И заявить Зарегистрироваться в сервисе Опубликовать Те идеи Те проекты, которые у них есть И пригласить всех-всех-всех друзей Что вот, смотрите, вот мои идеи Пожалуйста, помогите мне их осуществить Значит В момент, когда происходит Регистрация Публикация этого проекта Каждый человек, участник сервиса Может Прорекламировать свою идею Создать круг единомышленников Создать воронку получения инвестиций То есть Чем больше будет Расти тот круг знакомых И круг их друзей И в общем вот эти круги будут расти Тем больше это будет воронка становиться И тем больше инвестиций проект могут привлекать Но это еще не все Создание вот такой системы Позволит изначально приобрести Или привлечь потенциальных клиентов Которые в результате всего еще Станут что-то покупать Или изначально узнают об этом проекте И потом захотят что-то купить Ну и, соответственно, конечно же Посмотреть, какие вообще идеи еще есть И другие у других людей Может быть что-то понравится Стать их как бы со-партнером Со-владельцем Со-участником Значит у нас Вторая группа людей Это люди, которые Которые просто регистрируются в системе Чтобы попробовать, посмотреть У нас даже лозун такой есть Всего 3 доллара и ты уже инвестор Значит, при регистрации в сервисе Что это группа людей Что это группа людей Им предлагается Значит, пойти в личный кабинет Себе данные Опубликовать И привязать свою банковскую карточку К лицевому счету С этой банковской карточки На лицевой счет будет еженедельно Списываться 3, 9 или 27 долларов Все это зависит от Некого тарифного плана Который люди выбирают У нас есть табличка Мы ее сегодня обсудим как раз Вот такая табличка Член клуба за 3 доллара Либо это ускоритель За 9 долларов в неделю Либо это умножитель За 27 долларов в неделю И что, соответственно, дает этот сервис У нас мы его сегодня обсудим И будет это все Как раз таки работать Вот таким образом Теперь Самое интересное Когда списываются деньги С банковских карт Это еженедельные списания Ну, скажем, 3 доллара Это сегодня 195 рублей На самом деле деньги Не очень какие-то большие Но Эта система Этот сервис Он интересен И будет работать только тогда Когда будет очень большое количество людей И мы сжимаем Значит Сжимаем время То есть У нас получается Тут две системы Куда распределяются эти деньги Изначально у нас строится Некая структура Вокруг проекта И Вокруг И Вокруг этого проекта Денежные средства 40% Распределяются По определенному Алгоритму Маркетинг-плану А Еще 40% Они распределяются Путем Голосования То есть На выбор Представляется Список проектов С описанием И каждый человек Путем лайка Голосует За тот или иной проект И Пишет Какой процент Из своего лицевого Со своего лицевого счета На который у него Попадает Эти денежки Попадает В тот или иной проект Значит Он может лайкать Любые проекты Но только не свой Почему Только не свой Потому что Свои проекты Он может просто Достать деньги из кармана И просто так их профинансировать Здесь мы ему даже не нужны Поэтому Здесь выбираются Только Только чужие проекты Если же человек Молчит И не Голосует За эти проекты Да Тут наверное Очень важно сказать Сроки Вот эта система Работает Ежемедельно То есть Раз в неделю Посчитали Кто сколько там Оплатил Все Чик Система замкнулась И началось Подсчет Вот по этим алгоритмам Кому сколько Начислено У каждого Есть какой-то Проектик Ну или мы думаем Что В процессе Участия В нашем проекте Эти проекты Будут появляться И у человека Потихонечку Потихонечку Растет Сумма На его Лицелом Щитов Вот эти деньги Они распределяются Один раз В месяц То есть Мы открываем Проекты Их можно изучить Их можно посмотреть И соответственно До 15 числа Их можно смотреть А с 15 С 15 по 30 Уже можно Начинать Лайкать Или вообще Может быть Надо дать Вот как только есть Первое число Вот уже можно Начать лайкать Вот значит Лайкнул По 100% Потом что-то изменил Но 30 числа Уже В соответствии Вот с этими Всеми расстановками Происходит Распределение Еще раз подчеркну Если человек Не выбрал Ни одного проекта Мы принимаем Себе за основу Что Ему Значит все проекты Нравятся И значит Всем поровну И значит По маленькому Маленькой копеечке Мы во все проекты Вошли Вот эти все Движения средств Которые здесь будут Мы их все Запоминаем И видим Какой проект Этот человек Вложил В свою денежку И проекты У нас бывают Разные Значит У нас есть Благотворительные И социальные Проекты Творческие Проекты Общественные И социальные Благотворительные Творческие проекты Финансирование Изобретений И продуктов Будущего И инвестиции В технологии Человек выбирает Какой-то проект При этом Мы можем понимать Что Если это какой-то Социальный проект Или творческий То На самом деле С него Отдача Какой-то Финансового В эквиваленте Может и не получиться А если Этот проект Инвестиции В создание Каких-то продуктов Или каких-то услуг Производств Какой-то Инвестируем То Мы туда инвестируем С какой-то целью Чтобы изначально Понимать Что да Мы по ним Еще потом Сможем Получить Доход И получается Что у нас Данный сервис Он не только Краудфандинговый Он еще Становится Краудинвестинговый Вот в этой части Где мы Ждем Когда наши Инвестиции Дадут доход И возможно Даже Краудфандинговый Когда Ну если дальше Пойти По этому Пути То Ведь проекты Можно финансировать Не только Деньгами Но еще и поднести Какие-то Либо компетенции Либо можно Что-то другое Поднести Либо дополнительную Какую-то Деньги Потрать Таким образом Люди получат Возможность Познакомиться И поддержать Идеи Или проекты Стать Инвесторами Партнерами На ранней Стадии Развития Проектов Все довольны Вот А в этой части Значит Знакомые Получают Возможность Поддержать Начинание Вы получаете Сервисы Технологии Развития Опять Все довольны Вот такой Простой сервис Мы предлагаем Сделать И запустить Ну пока Еще не все понятно Мы сейчас Будем Все обсуждать Можем На камеру Обсуждать Вот Юр Ты Может быть Выяснишь Что-нибудь Скажешь Пожалуйста Мы будем Говорить Сейчас О Проекте Я могу Рассказать Обычный Строй Ты не Распечатал Кто распечатан Есть Ты имеешь Ввиду Какая табличка Вот Голосование Где размещение Проектов На сайте Вот Табличка Где я Предложил Три варианта Участников И какие там Клининг Пакеты Там 3.6 3.9.27 А я понял Давай Эту табличку Мы обсудим Но Она же Мы ничего Не приняли Нет Мы пока Концептуально Приняли Что вот Это Уже Стало Нам Более Понятно Да Михаил Ну В общем Да По крайней мере Мы уже видим Суда Двигаться Для того Чтобы Сделать Личный Кабинент И Первый Время Выписал Даже функции Личного Кабинента Тигран У тебя есть Что сказать Хорошо Все Тогда На сегодня Мы Приступаем К закрытому Обсудению И на следующей неделе Там Через неделю Выписываем Следующую Уже Информацию Все Всем Спасибо Пока Субтитры Субтитры